Девушки отдыхают Мы познакомимся с созданием иллюстраций к сказкам и пообщаемся с журналистом и писателем Борисом Минаевым. Все дети любят, когда в книге много цветных картинок. В нашем сюжете мы предлагаем вам узнать, как создаются иллюстрации к сказкам. Среди огромного количества современных книг с красочными картинками, многие читатели по-прежнему предпочитают издания со старыми иллюстрациями. Особенно это касается оформления сказок Александра Сергеевича Пушкина. Для некоторых это ностальгия из детства, для других же – настоящая сокровищница старорусских образов. Иллюстрации, которые были созданы советскими художниками еще в 20 веке, сегодня считаются классическими образцами. Ну, наверное, я думаю, что советские иллюстрации, ну, большинство взрослых выросло на них. Как бы это воспоминания о детстве, и они созвучны тому, что было с тобой, происходило с тобой когда-то и в какое-то время. И за счет того, что советская страна была в достаточно замкнутом пространстве, то я имею в виду общение с другими художниками зарубежными, вот, то здесь, конечно, очень самобытно все. И вот эта самобытность, вот эта самобытность, она играет на руку советским иллюстраторам. В советских детских издательствах было принято. Автор текста и художник-иллюстратор равны союзники. Только так можно полностью раскрыть смысл сказок, большинство которых основано на народной мифологии, донести до ребенка смысл происходящего в произведении и заставить работать его воображение. Старые сказки, они сам по себе текст достаточно многословный и многослойный, да, и хочется каждую строку сделать иллюстративной. А современные книги – это повествование, скорее, просто которое переходит от одного сюжета к другому. И здесь нет такой многословности и многослойности в тексте, как в старинных книгах и в тех же сказках Пушкина. И можно рисовать сразу как бы сюжет книжный. Мне кажется, вот художники, наверное, к этому уже идут быстрее, чем в старых книгах, где нужно иллюстрировать буквально все, буквально каждую строку. Для одного из самых известных иллюстраторов детских сказок путь к этому занятию начался с картины Виктора Вознецова «Богатыри». После этого он жил в русской деревне, где настолько был впечатлен самобытностью глубинки, что создал первые иллюстрации для сказок Пушкина. Его неповторимый стиль отличает графичность, обилие узоров, яркие детали, которые придают динамику всему изображению. А известнейшая иллюстрация к сказке о царе Салтане, сплывущей по морю бочкой, напоминает знаменитую «Большую волну» японского художника Кацусики Хакусая. Тот узнаваемый стиль, которому Билибину удалось создать за годы работы, теперь называется по фамилии автора Билибински. Билибин, он очень хорошо знал орнамент, и он придумал сам свой орнамент. И каждая деталь, она работала на то, чтобы весь лист казался таким большим орнаментальным полотном. И я считаю, что вот Билибинский орнамент – один из самых интересных, один из самых удачных орнаментов, которые были сделаны на русскую тему. Вот он тоже основывался на изучении русского орнамента, и именно русский орнамент дал такой толчок. И все, что нарисовано или украшено в книге Билибина, имеет какую-то под собой орнаментальную основу. В начале 20 века большую известность получил и художник-иллюстратор Владимир Коношевич. В своих картинах ему удавалось иронично обыгрывать сюжет и практически создавать театральную постановку на страницах детской книги. «Сказка о рыбаке и рыбке» была первой сказкой Пушкина, которую начал иллюстрировать художник. Коношевич стремился передать русский дух пушкинских строк. Все должно было напоминать о Древней Руси – и костюмах, и типажах, и архитектурах. Художники-иллюстраторы в своем творчестве использовали разные традиции. Если для Билибина основной стал популярный в то время стиль модерн, то, например, художница Татьяна Маврина опиралась на русские улыбочные картинки. Сказки Пушкина художница иллюстрировала всю жизнь. Отличительная особенность ее работ – это яркие цвета, четкий контур и условность изображений. Чем больше фигуры, тем важнее персонаж. Особого внимания заслуживает шрифт, который иллюстратор непременно прорабатывала наряду с картинками. Маврина изучала наверняка не только лубочные картинки, но скорее это были и росписи еще древнерусские, такие как Поховский майдан, такие как Фидоскины или другая лаковая миниатюра. И здесь она просто смотрела, как работает штрих именно в цвете, как работали художники кистью. И она в своих работах тоже в этом как-то преуспела, я бы так сказала. Многие из этих иллюстраций уже стали музейными экспонатами. Оригинальные макеты для печати хранятся в запасниках. Но несмотря на это, увидеть эти картины может каждый. Достаточно открыть книгу со сказками Александра Сергеевича Пушкина. Привет, я Сергей Берец и в эфире рубрика «Чешем языком». Сегодня разберемся с тем, что такое экспрессионизм, водевиль и дактиль. Экспрессионизм от латинского «expressio», то есть выражать. Это течение появилось в ответ на технический прогресс начала 20 века, когда многие стороны человеческой жизни претерпевали значительные изменения. Основные принципы экспрессионизма – это тяготение к абстрактному мышлению, обостренная эмоциональность и фантастический гротеск. Водевиль – комедийная пьеса, которая сопровождается песнями-куплетами и танцами. Жанр появился во Франции как реакция на французскую революцию. А оттуда уже распространился по всему миру. И, наконец, дактиль – поэтический размер, который состоит из одного долгого и двух кратких слогов. Чешите языком вместе с нами. Пока! В нашей постоянной рубрике «Книжные новинки» мы рассказываем, на что стоит обратить внимание. Героиня книги Марии Медлицкой и Шарик вернется. Не понаслышке знает, что жизнь не бывает только несчастной или только счастливой. В книге Давида Лагер-Кранца «Девушка, которая искала чужую тень» главный герой пытается выяснить подробности научного эксперимента, участником которого он стал еще в детстве. Роман Бориса Минаева «Мягкая ткань Батист» повествует о человеческой жизни. Здесь и любовь, и предательство, и жажда жизни, и неотвратимость смерти. Писатель и журналист Борис Минаев Минаева «Многими российскими изданиями». Автор книг «Мягкая ткань Батист», «Детство Левы» и биографии Бориса Николаевича Ельцина. Писатель года 2016 по версии журнала «Джей-Кью». Борис, Ваша книга «Мягкая ткань Батист», скажите, а действительно ли все ее герои – это ваши родные? Прототипы, точнее, героев – это ваши родные? Ну нет, не все. Вообще, она не то чтобы совсем документальная такая длинная история. Вообще, в самом центре повествования находится действительно прототип моего деда. Вот Даня Коневский – это как бы я имел в виду и хотел рассказать некоторые эпизоды из судьбы моего деда Михаила Владимировича Минаева, который родился еще в XIX веке, участвовал в революции, в гражданской войне, прожил долгую жизнь. Но это не то чтобы семейный хроника в прямом смысле, потому что семейного архива как такового не сохранилась. Сохранилась, скажем, его трудовая книжка. И я по всем годам могу узнать, в какое время и где он работал. Сохранилось несколько фотографий. И сохранились, самое главное, несколько семейных легенд. Вот такой переписки, там, дневников – этого ничего нет. Вот эта жизнь не задокументирована. А поскольку дед умер, когда мне было, там, по-моему, пять лет, он не успел мне ничего рассказать. И отец мой очень рано умер тоже и тоже не успел рассказать. И, в общем, это в каком-то смысле попытка восстановить семейную историю. Поэтому там много разных персонажей. Одни из них вымышленные, другие более-менее реальные. Вот такая вещь. А скажите, может быть, когда вы готовились к написанию этой книги, была какая-то история вашего дедушки, которая вас действительно поразила, и именно с нее вы приняли такое решение сделать его героем? Да, там было две таких истории, пожалуй. Это я всегда знал, что дед учился во Франции. Поскольку я умер в советское время, вообще это меня, конечно, поражало. Это сейчас, ну, как бы, это никого не удивляет. Ну, учился там, уехал, приехал. Вот для советского там мальчика, да, каким был я, это была совершенно поразительная история. И вторая история, связанная с этим же, я знал о том, что он в канун Первой мировой войны собирался переплыть в Ла-Манш. Он был из Одессы, провел свое детство там. И он был хороший пловец, видимо, он был очень сильный физический человек. Там была еще одна история, она как раз не связана с моими родственниками, она связана тоже с другим реальным человеком, но и с другой семьей. Это прадедушка моей подруги. Она рассказала, что он был замечательным врачом, хирургом, ученым. И когда внезапно умерла его молодая жена, он ее забальзамировал. Как вы будете спать после этого? Да, я надеюсь, да. Это, конечно, тоже меня немножко свело с ума. Эта история как-то совсем подтолкнула меня в ту сторону, что я начал много думать над тем временем, читать книги. И самое главное – представлять, воображать себе этот мир. Он такой, конечно, отчасти реальный, за ним стоит реальный исторический фон, а отчасти он такой вот… А зачем он ее забальзамировал? Он и не хотел с ней расставаться. И некоторое время она была у него дома. Ну, это, в общем, лучше прочитать, потому что в пересказе это выглядит так немножко, как такой страшный комикс. Шокирующий. Это шокирующая история. И некоторые издатели, я должен сказать, отказались от этой книги. И потому что с этого все начинается. И они были, ну, на самом деле, в некотором шоке. И не смогли, как бы, перешагнуть из первой главы во вторую. А как они это объясняли? Чем они мотивировали? Почему это? Издатели? Да. Не, ну, это наши такие там внутренние дела. Ну, что страшно и не хочется дальше читать. Вот. Хотя это такие, такие реакции. Да, были. Но их очень мало. В основном люди понимают, что эта история не про смерть, не про страх, не про мистику, а про любовь. Это история про любовь, конечно. Вы часто называете себя графоманом за то, что у вас есть огромное количество текстов, которые были написаны, но в итоге не были напечатаны и даже никуда не вошли. А неужели у вас не бывает вот этой извечной проблемы писательской, боязни белого листа? Вот, когда открываешь компьютер, открываешь программу, садишься и не знаешь, что написать. С вами такое случается? Ну, чувство белого листа, оно для меня сейчас, правда, это не белый лист, а экран ноутбука. Ну, в принципе, там тоже есть белый лист, да. Вот. Это для меня очень хорошее чувство, потому что именно вот эта вот неизвестность. Ты садишься, и я принадлежу к такому типу пишущих людей, которые садятся и не знают, что вот получится. Иногда очень долго мучаются, иногда, в общем, это некая импровизация. То есть есть некие общие идеи, про что написать, а иногда даже идеи нет. Так было со мной тоже. Я очень долго шел вообще к писательству. Я совсем уже был зрелым человеком, можно сказать, такого сильно среднего возраста, когда я с некоторой опаской стал про себя говорить, что да, я писатель, у меня есть книга и так далее. А вы чувствуете большую ответственность, когда пишете детские книги? Все-таки это для подрастающего поколения, оно это впитывает, каким-то образом вкладывает в свою жизнь? Вы знаете, ну нет, у меня как-то вот не было никогда такой самоцензуры. Самоцензура все-таки, она больше касается каких-то других вещей. Это сложный вообще разговор про того автора внутри тебя или про того человека внутри тебя, который тебе что-то не разрешает, например. А какие вещи вы себе не разрешаете? Ой, это самые разные вещи. Ну, например, в романе «Психолог» достаточно много там сцен, связанных с любовью, там, с ротикой, с какими-то вот такими крайними состояниями человека. Я не знаю, стал ли бы я сейчас, если бы я снова писал такую книгу. Это сложно. Вот такой сложный вопрос. Я вот сейчас думаю, да, имею ли я право говорить про сюжеты из жизни других людей, которые я собрал, потому что это, в общем-то, их жизнь. Но и всегда писатель делает выбор, что такое, что да, имею право, да, я должен, иначе ничего у меня не получится. Значит, что касается детей, ну, не знаю, я всегда себя чувствовал ребенком. А может ли, например, о любви писать человек, который не может любить, не может испытывать это чувство? Имеет ли он право об этом вообще говорить? Задаю себе этот вопрос. Часто. А какой вы себе ответ даете? Может ли человек писать о любви, которую, скажем, он не пережил? Ну, там у меня в Батисте, в мягкой ткани, Батист – это первая часть вот этой идеологии, про, скажем, условно про Мальсиньо, да? Там много описано различных историй, связанных с любовью, которые я, естественно, никогда не пережил и не мог бы пережить. Не знаю, ну, как-то, как-то не задумывался о том, что может или не может, имеет право или не имеет право. это скорее какое-то что-то такое глубокое, что вот тебе хочется это понять, хочется это представить, хочется это высказать. А основывались вы на чем? Что это были за истории? Именно вот история любви? Ну, что касается Батиста, вы знаете, сейчас скажу вещь, которую никогда не говорил. Я стал думать, да, про своего деда. Ему было уже 20 чем-то лет, когда он там учился во Франции, или около 20. Вот он там один живет. Я стал представлять его жизнь. И я подумал о том, что, наверное, в его жизни была какая-то тайна, о которой он никому никогда не говорил, поскольку в 14-м году он вернулся в Россию и уже никогда никуда не ездил, ни за какую-либо за границу. Жил себе своей частной жизнью, создал семью, у него родилось там трое детей и так далее. Были очень сложные моменты в его жизни. То есть нужно было выживать в это сложное время. Но мне почему-то, когда я вот так близко его почувствовал, когда я его создал, да, в этом романе, мне показалось, что вот у него там во Франции была какая-то тайна, и я должен попробовать мне рассказать. Любовь, да. И я довольно подробно это все описал. И я даже во второй части снова их встретил. Такую случайную встречу придумал этой девушке дальнейшую жизнь. Вот. Хотя, не знаю, дед, наверное, меня бы не одобрил. В одном из интервью вы говорили, что сейчас самый интересный сюжет это любовь русской девушки и, так сказать, условного мигранта. Это может быть узбек, таджик, сириец, неважно. И наоборот, любовь русского парня и там узбечки, таджички и так далее. Говорю. Не кажется ли вам, что в глубине этого сюжета изначально заложена трагедия, потому что это разница менталитетов, разница религий, разные страны, социальное положение тоже играет роль? Именно это я имел в виду. Ну вот, я какое-то время долго думал над этим, что, наверное, это был сейчас самый взрывной сюжет. Я не способен, наверное, написать такую вещь, хотя постоянно к этому замыслу возвращаюсь. Именно потому, вот, все, о чем вы сказали, именно потому, что в нем заложен какой-то важнейший для нашего времени конфликт, который развивается и который как-то преобразует вообще всю нашу жизнь вокруг. Это скорее история на долгие годы туда, в будущее. Скажите, вот вы являетесь автором биографии Бориса Ельцина. Какую вы себе задачу и цель ставили, когда согласились написать такую книгу для серии «Жизнь замечательных людей»? Ну, внутренняя моя задача была такая, я об этом неоднократно говорил, когда книга вышла, она, в общем-то, не изменилась. Она изменилась, правда, в том плане, что сейчас как-то переосмысление идет некое в 90-х. Вот, но общая все-таки канва такая, что 90-е это время разрушения, это время катастрофы некой социальной, лихие 90-е. Вот, я же, ну и, соответственно, все участники этих событий тоже у нас как бы люди окрашены в негативные такие. Сказано. Вот, мне хотелось сказать другую историю про 90-е, несмотря на то, что, конечно, нужно говорить про все, и про 93-й год, и про Чеченскую войну, и про приватизацию, и про экономическую депрессию, нужно понимать, что 90-е дали стране очень много, они сдвинули ее вот с этой мертвой точки советского прошлого, они изменили, они изменили наш мир в 90-е годы. И, конечно, в центре событий стоял Борис Николаевич Масштабный и великий большой человек. Какие качества могут помочь человеку преодолевать трудности в жизни? Ну, я считаю, что главное качество это умение не обижаться и не считать, что ты, как бы, что с тобой поступили несправедливо, даже если поступали несправедливо. Вот. Принимать все-таки жизнь с благодарностью и людей, которые к тебе хорошо относятся с благодарностью, потому что вот эта благодарность за жизнь, за то, что тебе вот это дали, и ровно это помогает тебе выстоять при любых испытаниях. Борис Дорианович, спасибо вам огромное за интервью. Спасибо вам, Лена. Спасибо. Мы находимся в библиотеке имени Тургенева. В следующем году исполняется 200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева. И не могли бы вы подписать в дар библиотеке одну из своих книг? С удовольствием. У нас в гостях был писатель и журналист Борис Минаев. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова